всем привет итак сегодня рассмотрим очередной совет от скотта мэйерса и этот совет содержится в книге наиболее эффективное использование c++ 35 рекомендаций и правило гласит остерегайтесь определяемых пользователем функции преобразования типа ну ну и приступим язык c++ позволяет компиляторам осуществлять неявное преобразование типов также как его предшественник язык c он позволяет неявное преобразование из ну int в char к примеру вот такое он позволяет sh равно 9 9 данном случае это литерал и типа интеджер здесь происходит неявное преобразование поэтому благодаря этому неявному преобразованию можно передавать функции типа double параметры типа short и так далее с такими преобразованиями ничего нельзя поделать они встроены в язык однако при добавлении собственных типов а сейчас вот первый пример вы видите два собственных типа программист может лучше управлять ими выбирая включать или нет в программу функции которые компиляторы потом будут использовать для неявного преобразования типов и существует два типа функций позволяющих компиляторам выполнять такие преобразования это конструкторы вот конструктор с единственным параметром и операторы неявного преобразования типов в данном случае вот оператор преобразования к типу так такой по поводу конструкторов конструктор с одним типом ну или просто конструктор такой может быть объявлен с одним или несколькими параметрами то есть несколько параметров здесь тоже может быть но при условии что все параметры начиная со второго, вот если у нас тут второй параметр, к примеру, будет вот так вот, int a2, то они имеют значение по умолчанию. Ну и вот сейчас давайте рассмотрим как раз вот этот вот пример. Мы видим два класса. Первый класс name описывает именно объектов и второй класс rational, который описывает действительные числа. То есть у нас есть целая часть и дробная часть. Операторы неявного преобразования типа это просто функция, являющаяся членом класса. Вот эта функция с именем оператор и вот в какой тип будет преобразование. Так, 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 так. И теперь давайте посмотрим. Вот у нас есть пример и к чему это приведет. Вот в данном случае у нас есть оператор неявного преобразования. И если мы попробуем наш объект, в данном случае a, привести к типу double, то все будет хорошо. Компилятор найдет соответствующую функцию. Вот он ее найдет и соответственно сделает то, что здесь написано. И никакой ошибки компиляции не будет. Так, давайте я первый пример раскомментирую. точку остановок поставим и все у нас. А, нет, это второй пример, второй пример. Да, вот первый. Ладно, ладно, упустили. Ну, я думаю, вы и так поняли. Вот в данном случае у нас будет срабатывать вот эта вот функция и в данном случае получится у нас 10,5. И в чем же здесь проблема? Проблема в том, что вы можете сделать вот такой вот, написать вот такой вот код. Так вот, вот такой код у вас есть. Но это простейший случай, как пишет Скотт Мэйерс. В этом случае, в этом случае ошибки компиляции не будет. Компилятор найдет неявное преобразование типа и этот код будет вполне корректен. Но вы могли здесь ожидать целое число, а не число с плавающей точкой. Но на самом-то деле выведется число с плавающей точкой, потому что у вас есть оператор. На самом деле это никакой катастрофе не приведет. Вряд ли это будет какая-то катастрофа. Но это хороший результат. Точнее, хороший пример, который хорошо демонстрирует, какие неприятности могут доставить операторы неявного преобразования типов. То есть они могут привести к вызову неверной функции. То есть не той, какую хотел вызвать программист. Как избежать, ну как бороться с этой проблемой? С этой проблемой лучше бороться следующим образом. Убрать, где у нас вот этот оператор неявного преобразования и просто создать функцию, которая будет называться ну типа как здесь, sdouble, как double. Это будет лучше всего. И ошибки вы вряд ли допустите. И теперь давайте посмотрим второй пример. И во втором примере мы уже видим, если мы попробуем вот так вот просто даже вывести на экран, а мы можем вот так вот ошибочно передать функцию это значение, думая, что там будет целое число или еще чего-нибудь, то мы получим ошибки. ошибки логические. То есть компилятор это пропустит, ну в предыдущем варианте. А вот в этом варианте уже компилятор будет ругаться, потому что он не найдет соответствия, к примеру, этой функции. Ну и код, код вот так вот будет гораздо яснее, потому что мы можем еще определить функции asint, asdouble, к примеру, asfloat, может быть нужно будет, asstring возможно. Ну и соответственно уже гораздо легче будет поддерживать код, и каких-то ошибок вот таких вот не будет. Теперь смотрите, этот пример как бы демонстрировал, да, неприятности какие могут быть возникнуть. А вот есть второй пример. А второй пример гораздо интереснее. Второй пример. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть шаблонный класс для массива. И этот шаблонный класс имеет два конструктора. Первый конструктор принимает там левую и правую границы, ну там нижнюю и верхнюю. А второй конструктор просто размер массива, да, который нужно создать. Ну и у нас есть оператор, который возвращает элемент по индексу. И, и, и нам нужно, нам даже не нужно, у нас есть еще такой оператор сравнения. Сравнение двух этих массивов. Потому что если мы создаем такие собственные шаблоны, то по-хорошему мы еще должны посоздавать, ну к примеру, даже не то что должны, бывает такое, что мы еще пишем, создаем такие вот операторы. Сравнение больше-меньше, ну для массива больше-меньше вряд ли, а вот оператор вот такая функция сравнения вполне себе подойдет. Так вот, первый конструктор, мы уже сказали, да, позволяет задавать клиенту диапазон индексов массива. Так как вот здесь два аргумента, то эта функция не может быть вызвана для преобразования типа. А мы говорили, что для преобразования типа используется либо неявный оператор преобразования, либо конструктор с одним именем, точнее с одним параметром или несколькими параметрами, если, начиная со второго параметра, параметры имеют значение по умолчанию. Так вот, вот здесь, вот здесь конструктор этот вряд ли может быть использован для преобразования типов. Но, вот этот конструктор, который является вторым по счету, прекрасно подходит для того, чтобы преобразовать какие-то значения в вот этот тип. И теперь смотрите, все может быть. Конечно, кто-то сейчас может сказать, что так ошибиться сложно, так никто не ошибается. Я вам могу сказать, что ошибаются. Ошибаются и не только так. Более того, всякие там статические анализаторы кода, есть серьезные статические анализаторы кода, которые стоят очень много денег. И они даже, они могут, ну не то, что даже, они могут на, казалось бы, ерундовые оплошности, либо потенциальные ошибки ругаться. А если они ругаются, значит этот код не проходит проверку, и он не может быть залит куда-то. А куда-то это, к примеру, бортовой компьютер поезда. Потому что, если люди, которые разрабатывают эти правила, предполагают, что может быть совершенно другое поведение из-за простой, казалось бы, оплошности. И если эта оплошность может привести к тому, что компьютер или программа, которая управляет, ну тем же поездом, может быть прервана, то есть аварийно может завершиться, а это может привести либо к жертвам, либо к каким-то разрушениям, то инженеры сразу же сигнализируют, то есть разрабатывают правила, согласно которым статический анализатор кода должен просигнализировать. Поэтому любые даже потенциально возможные какие-то ошибки, которые встречаются одна на миллион, все равно в статических анализаторах кода могут, то есть присутствовать такие правила. Так вот, в чем же здесь ошибка? Здесь ошибка в том, что вот здесь мы пропустили индекс, да, не указали индекс. И получается, мы просто целый массив сравниваем с одним элементом. И что здесь будет? Здесь ничего не будет, здесь компилятор на это не ругнется. А хотелось бы, чтобы компилятор на это ругался. Так, давайте это B, это C. Вот, я сейчас соберу. И мы увидим, что все у нас хорошо. Даже никакого предупреждения нет. А в чем дело? Дело в том, что идет попытка преобразования. Вот что, как бы, сделает компилятор вместо нас, да. Он приведет вот это вот значение, отдельное значение, целочисленное, к типу ArrayInt. Потому что у нас есть конструктор. Вот он, есть конструктор. И вот так вот компилятор, грубо говоря, сделает вот такой код. Сгенерит, да. Он возьмет элемент, вызовет конструктор ArrayInt с одним параметром. Вот один параметр. Передаст туда BI. И на выходе мы получим, что мы получим? Мы получим объект вот этого вот типа. То есть, здесь получается, так, где оно? Вот здесь. Блин, выше, да. Вот здесь получается такое неявное приведение типа посредством вызова конструктора по умолчанию с одним параметром. Более того, что еще хуже, это одна ошибка, а вторая уже как бы не ошибка, но очень большие накладные расходы. У нас каждый раз здесь будет приводиться элемент отдельный к целому типу, вызываться конструктор, там выделяться память и потом вызываться деструктор, в который будет освобождаться память. То есть, это дополнительные накладные расходы. Здесь сразу же несколько, уже как минимум две неприятности. Как же этого избежать? Как же избежать того, чтобы, ну, тех ситуаций, в которых хотелось бы запретить неявное использование конструктора по умолчанию. Даже не по умолчанию, а с одним параметром. Для этого нужно использовать вот такое слово ключевое. «Explicit», надеюсь, правильно прочитал, то один подписчик сказал, что я неправильно прочитал. Но бывает. Так вот, это, о чем это говорит? Это мы указываем, что неявно конструктор с одним параметром, ну или там, ну да, с одним параметром, неявно использовать нельзя. Это значит, что, когда будет обнаружена вот такая попытка, где неявная будет попытка вызвать, то есть, ну, неявная, я думаю, здесь понятно, здесь неявная, что вызывается конструктор. Явная, это когда мы его четко указали. Так вот, если будет обнаружена компилятором попытка неявного вызова конструктора, то мы получим сразу же ошибку. Вот. Получили ошибку компиляции. Ну, можно использовать явно. Но когда мы явно это делаем, то вряд ли мы можем допустить оплошность и ошибиться, и случайно вот набрать вот такую последовательность буковок, и передать туда у нас вот это вот значение, и, 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 короче, 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 вряд ли можно случайно допустить такую ошибку. Соответственно, один из этих трех вариантов будет собираться. Компилятор ни на один из них не укажет, ну, не выдаст предупреждение. А, ну, вот на это выдаст предупреждение, потому что здесь старый сишный стиль используется. И все. Но ошибки сборки не будет. Но когда мы явно указываем что-то, значит, мы знаем, что мы делаем. Значит, мы уже сознательно пишем этот код, и, значит, мы четко понимаем, что мы делаем. Это не вот здесь, где мы просто могли пропустить и ошибиться. Тем более, в этом случае, когда это все перед глазами, ошибиться довольно сложно. Но очень легко ошибиться, когда все эти данные, шаблонные, шаблонные типы разбросаны по коду, они передаются из функции в функцию, и вот так вот ошибиться довольно-таки легко. Поэтому, поэтому, это такие советы. То есть, не то, что это какие-то правила, от которых нельзя отступать. Это советы. Поэтому, прежде чем использовать операторы приведения к типу, ну, вот к неявному приведению типу, хорошенько подумайте, можно ли обойтись без них. И, обращайте внимание на конструкторы, на вот такие вот ситуации, да, когда у нас есть вот такие вот объекты, и когда у нас вот есть конструкторы с одним параметром. Есть у нас еще вот дополнительно, что здесь подливает масло в огонь, так это вот такой вот оператор сравнения. Потому что, если бы не было оператора сравнения, то этот код не компилировался. Поэтому, разрешая компиляторам выполнять неявные преобразования типа, вы почти наверняка получите больше сложностей, чем положительных результатов. Поэтому не создавайте функции преобразования типов, если не уверены в их необходимости. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.